Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии на фоне наступления повстанцев, НИД, Иран приступил к эвакуации своего военного командования и персонала из Сирии. Такие действия одного из ключевых союзников Дамаска Тегерана могут говорить о невозможности помочь президенту Башару Алясаду сохранить власть на фоне наступления повстанцев. Об этом сообщает новость Украина, со ссылкой на американскую газету The New York Times. О начале вывоза иранских военных и членов персонала из Сирии американским СМИ рассказали региональные чиновники и три иранских чиновника, как происходит эвакуация. Отмечается, что уже были эвакуированы в соседний Ирак и Ливан старшие командиры сил Куц, БУКВ, и Иерусалимские силы, которые являются одной из пяти внешних ветвей иранского корпуса стражей исламской революции, КСИР. Иранские официальные лица и региональные чиновники рассказали журналистам, что эвакуировали персонал гвардейцев, часть иранского дипломатического персонала, их семьи и иранских гражданских лиц. Иранцы начали покидать Сирию в пятницу утром, сообщили официальные лица на условиях анонимности, для обсуждения деликатного вопроса, пишет НИД. Сообщается об эвакуации в посольстве Ирана в Дамаске и на базах КСИР. Часть подлежащих эвакуации перемещают самолетами в Тегеран, а другие отправляются наземными путями в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия. Как объясняют эвакуацию? По словам иранского аналитика Мехди Рахмати, консультирующего официальных лиц по региональной стратегии, Тегеран начинает эвакуировать свои силы и военный персонал, потому что мы не можем воевать как совещательные и вспомогательные силы, если сирийская армия сама не хочет воевать. Суть состоит в том, что Иран понял, что он не может сейчас справиться с ситуацией в Сирии с помощью какой-либо военной операции, и этот вариант не рассматривается, добавил он в разговоре с представителями СМИ. Американская пресса обращает внимание, что приказ об эвакуации ознаменовал значительный поворот для Асада, правительство которого Иран поддерживал в течение 13-летней гражданской войны в Сирии, и для самого Тегерана, который использовал Сирию, как ключевой путь для поставки оружия, боевикам Хизбаллы в Ливане. Иранские силы в Сирии. Иран, как и другой основной союзный режим Асада Россия, долгое время посылал в Сирию советников и командиров, на базы и на передовую, Тегеран также поддерживал различные вооруженные группировки в этой стране. Также Тегеран развернул десятки тысяч бойцов, включая иранцев, афганцев и пакистанских шиитов, чтобы защитить правительство Асада и отвоевать территории от джихадистов исламского государства в разгар гражданской войны в стране. Некоторые из иранских сил, например, афганская бригада Фатимиюн, остались в Сирии на военных базах, которыми руководит Иран. 6 декабря ее также перебросили в Дамаск и Латакию, которые считаются оплотом асадовских сил, сообщили американским журналистам иранские официальные лица. Бегство иранских генералов. На фоне масштабного наступления повстанцев в Сирии, которые чуть больше, чем за неделю смогли взять под контроль, такие крупные города, как Алеппо и Хама, определенную территорию в четырех провинциях и направляются на Дамаск, два старших генерала иранских сил Куц, уже бежали в Ирак. Как передает НИД, эти иранские военные генералы, ранее были направлены для консультирования сирийской армии и эвакуировались после того, как повстанцы захватили Хомс и Диэрэс-Зур в пятницу. Тегеран наблюдает за Сирией на грани коллапса. «Сирия находится на грани коллапса, и мы спокойно наблюдаем за этим», — написал в соцсети 6 декабря член иранского парламента Ахмат Надири. Он добавил, что если Дамаск упадет, Иран также потеряет свою власть в Ираке и Ливане. Следует также напомнить, что еще 2 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что российские войска вышли из сирийской хамы и бегут из Дамаска. К слову, вчера лидер исламистской группировки Хаят-Тахрир Ашам Абу-Махамад Аль-Джалани заявил, что основной целью повстанцев остается свержение режима Башара Асада, а также строительство новой Сирии.